Омерзительное зло возвращается! Всем привет, друзья! С вами Маркович, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Dungeon Street. Она уже неким образом нас поприестовала, с вами обозвала нас омерзительным злом. И, как вы понимаете, неспроста. В этой игре нам с вами предстоит выступить в роли подземного владыки. Хм, где же мы это могли с вами слышать? Ах да, неужели в Dungeon Keeper, или, возможно, если кто, конечно, смотрел на канале, была у нас такая игра, War for the Overworld? Хм, короче говоря, наткнулся я на эту игру совершенно случайно в стиме, она вот новенькая, вышла буквально только с пылу жара вчера, и привлекла нам внимание моё, ну, на самом деле, Dungeons, одно уже название, да? Значит, что-то здесь будет такое с подземельями, и, в общем-то, выступаемый в роли того самого подземного владыки, и я решила, почему бы не посмотреть, почему бы не попробовать, а, может быть, она нам понравится, может быть, будет здесь что-то интересное. Ну, графика, как мы уже практически сейчас видим в меню, да, очень смахивает на Warcraft, как по мне. Вот, ну и, собственно, раз мы подземные владыки, значит, вершим зло, так сказать, да, значит, что-то здесь будет такое интересненькое. Ну, начнём мы, конечно же, с кампании. Надеюсь, звук слышно хорошо, и музыка, и всё остальное. Да, кстати говоря, что примечательно, ну, я думаю, что вы уже тоже это поняли, в игре есть русская озвучка, это просто прелестно, это просто замечательно и хорошо. Ладненько, не будем долго разглагольствовать, давайте приступим к кампании. Так, основная кампания, обучение, сброс назад. Давайте начнём всё-таки с обучения, так как игру я даже не трогал ещё, и в другие части не играл, поэтому целесообразно, я думаю, будет всё-таки нам с вами обучиться. Надеюсь, нас тут научат, покажут, что к чему, зачем и как. Управление подземельями. Новорождённому злу следует узнать основу управления подземельями. Слушайте, здесь даже это озвучено офигенно. Мне пока что это прямо-таки очень нравится. Хорошо, давайте. На панели армии можно переименовывать существ. Для этого, видите, указательную мышь на имя нужного существа. Я вас понял. Я вас понял. Ага, пытливое зло решило опробовать нашу прекрасную программу обучения. Отличный выбор. В этом простейшем заданном задании ему предстояло узнать основу управления подземельями. Рытьё, строительство комнат, наём и увольнение существ. Всё, что требуется новообращенному злу. Первым делом оно полюбовалось средоточием своей силы. Чёрным сердцем. Сердце надлежало охранять, как зеницу ока, ведь его уничтожение означало бесславную кончину. Зла, который определённо хочет этого избежать. Интересно. Где же мы это видели? По-прежнему отслучки, да? Всё к тому же. Из этого блестящего металла можно создать всё самое лучшее. И ни одно создание не позволит абсолютному злу помыкать с собой бесплатно. Грустно, понимаю, но именно так работает суровый капиталистический мир зла. Хотя в чёрном сердце могло храниться немного золота, соплякам, рабочим зла, дающего всему странные названия, приходилось ходить за ним слишком далеко. Куда логичнее было построить сокровищницу где-нибудь неподалёку. Быстро обучаемое зло так и поступило. Быстро обучаемое зло. Господи, ну смотрите, это рука, да? Та самая, которую мы всякие штуки вытворяли. Такое подземелье, сердце подземелье наше, рабочее наше. Только, правда, здесь у них у каждого есть своё имя даже. Смотрите, офигеть. Как же, блин, здорово. Как же круто. Ну, в общем-то, подземелье, да, мы также можем ходы прорывать, я понимаю. И делать всё, что, видимо, делали до этого. Золото. Ну, здесь, конечно, да, график-то получше. Поприятнее, что ли. Хотя, знаете, в War for the Overworld тоже неплохая была весьма. Очень даже. Так, как-то мы не говорили, можно... Нажимаю я, значит, на существо. Шнорни. Так, и что-то, видимо, не то сделал с ним, да? А, вот, я его в руку взял, ага. Так, как бы всё-таки... Так, ладно, подожди. Так, так же ему стягать можно, да. Подождите, а как же... Как же надо было переназвать? Ну, видимо, ещё не дошли мы до этого. Ладно, потом ещё обязательно это посмотрим, с вами узнаем. Хорошо, нам надо с вами прокопать вот этот вот выделенный участок. Давайте так и сделаем. Давайте. Рабочие мои. Кто вы такие, гоблины? Или не знаю, кто такие маленькие. Слушайте, офигеть. Да, конечно, с анимацией здесь явно получше. Явно получше. Пока мне всё нравится. Да, смотрите, даже когда он копает тоннели, здесь грибы какие-то есть, растительные с черепа там были, видели, да? Обалдеть. И золото, конечно, такими же горстями падает у нас. Отлично. Так, я всё-таки, наверное, знаете, что я погромче сделаю? Мне кажется, диалоги именно лучше. На чёрное сердце напали. На чёрное сердце напали. А, ну это максимум, да, я понял. Тогда мы сделаем так. Вот так. На чёрное сердце напали. Громкость музыки и эффектов можно чуть-чуть поменьше сделать. Вот, а диалоги на единичку будут. Субтитры, да. Окей. Всё. Так, альманах, продолжим игру. Мне показалось немножко тихо, всё-таки она была. Угу, тут какая-то стрелочка, золотая жила. Остаток, ну, собственно, и жилы такие же, да, как и были в предыдущих играх, скажем. Так, отлично, мы сделали. То, что нас просили, видимо, построите сокровищницу. Хорошо. Так, а куда нас стрелка-то ведёт? А, я... Вот, у нас же здесь меню. Я думаю, куда она показывает нам? Сокровищницу, нам надо построить её здесь. Ну, в общем-то, логично, да, и как раз-таки по центру будет та самая золотая жила с 15 тысяч золотом. Офигеть. Давайте. Так, меню строительства. Хорошо. Нейтральная сокровищница. Мы берём и, наверное, таким же образом, да? Абсолютно точно. Сейчас наши мелкие подопечные прибегут и будут здесь возводить то, что мы их и попросили возвести. Так, я пока ещё не очень разобрался. Как интересно, здесь я посмотрю, как камера здесь управляется. Так, выбрать ля-ля-ля-ля-ля. Быстрое сохранение. Повернуть рабочее место. Это, видимо, О. Повернуть камеру. Ой, так неудобно, что ли? Серьёзно. Давайте мы как-нибудь изменим это. Я хочу это изменить. Так, повернуть камеру. И почему-то не реагирует, да? Очень жаль. Хорошо. Если я всё-таки... Всё-таки поменять попробую вот на вот эту. Вот. Хорошо. Давайте. А это сюда. Так, окей. Продолжить игру. Ну-ка. А, ну как бы он всё равно обратно. Ладно. Соплики случающего зла работали недостаточно быстро. В эти моменты их следовало как следует отшлёпать дланью ужаса. То, что мы с вами уже делали. Выдано шлепков. Ноль из пяти. Боже мой, это просто прекрасно. Давайте отшлёпаем. Получи. Раз, шлепок. И тебе, шлепок. Так, кто тут у нас плохо работал? Кто был плохим мальчиком? Так, куда вы бежали? Подождите. Некоторым надавал, а некоторым не надавал ещё. Так, давай тебе ещё и тебе, шлепок. Щёплевое зло пораскинуло мозгами над максимальной численностью населения, которое делилось на сопляков и существа. В отличие от существ, сопляков не нужно было специально нанимать, но их количество всегда восполнялось до максимального. Поэтому кровожадное зло могло не волноваться, если какая-то жалкая тварь погибала. Её место всегда занимало новое. С другой стороны, сопляки были рабочими подземелья и копали тоннели, добывали золото и занимались множеством других вещей. Поэтому увеличение их максимума было всегда актуально. Жадное до новых сопляков зло поспешно взялось за работу. Соответствующие исследования были милостиво открыты абсолютному злу. Это надо было сделать при обучении, иначе его голова лопнула бы от слишком широкого круга возможностей. Господи, какая же здесь локализация, какая озвучка, какие шуточки, просто 10 из 10, 10 из 10. Так, состояние чёрного сердца 10 тысяч. Нам надо с вами, видимо, что-то сделать, да? Меню исследований, хорошо. О, какое здесь интересное дерево исследований. Древо. Так, больше сопляков. Давайте, больше сопляков. Исследования. Ага, максимум 10, я понял. Прямо таких существ, как гоблины и орки, требовался схрон. Схрон. Ну, это, видимо, как казарма, да? Они не умели драться и в панике уносили ноги при одном только виде врагов. Хорошо. Тяжело вздохнув, беспринципное зло занялось установкой схрона. Мне почему-то кажется, что диалоги недостаточно какие-то громкие, и вам придётся прислушиваться потом. Мне бы этого ещё не хотелось. Так, ну, я думаю, громкость музыки и эффектов вот так сделаем. Пускай дядь горёт, если будет сильно орать, потом, конечно. Продолжаем игру. Так, нам нужно, видимо, дарыть сюда. Я так понимаю, вырыть всё вот это. Давайте. Сопляки, за работу, а то сейчас всех нашлёпаю. Вот, даже, Господи. Так, а как я могу посмотреть? Да почему камера вращается? Очень странно. Только вот так, и всё равно потом на место возвращается. Может быть, можно как-то поворачивать камеру ещё? Так, быстро загрузка, л-ля-ля, повернуть камеру. Ну, я поворачиваю, но это не то. Перейти в тронный зал, открыть уведомления, обзор войск. Господи, здесь столько всего альманах, заклинания. Меню строительных комнат, меню та-та-та-ла, исследования, выбрать существ. Так, что здесь, л-ля-ля, камера, ну это нет, это перемещение, камера л-ля-ля, камера вниз, камера, камера, камера вправо. Так, камера вправо, альтернатива, рай, тарарарарам, камера, ну, видимо, здесь только так, да? Потому что я что-то всё перепробовал, вроде бы. Ну, ладно, будем справляться с этим. Так, подготовьте постранство для комнаты. Чем мы сейчас с вами и заняты, наши сопляки, точнее. Так, а мы можем... Армия, существа, меню строительства... Давайте, конечно, пока они там строят, полазим здесь. Индюшинная ферма, ага, это, видимо, для еды. Сокровищество у нас есть, схрон. Тот самый, который нам нужно будет построить. Тут, правда, информации что-то никакой нет, я смотрю. Так, отлично, комнату мы с вами выбрали. Исследуйте схрон. Так, точно. Приступим к исследованиям. Схрон лежит глубоко в подземелье. Именно здесь орки и гоблины строят безумные планы битв, воспринимают, вспоминают былые сражения или пытаются настучать друг к другу по голове. И довольно часто все вышеупомянутые происходит одновременно. Одновременно. Схрон, это спальная комната орды. Здесь существа располагаются, чтобы удовлетворить свою потребность во сне и восстановить здоровье. Ну, как мы уже с вами предполагали. Да, пока действительно очень похожим. Очень похожим. Данжен кипер, варфа за оверворд и так далее. Так. Орда. Схрон, давайте. Давайте. Ну, я так понимаю, видите, здесь она не сразу строится. Здесь наши сопляки тоже должны постараться, да? Да, они должны пройти сюда и построить все это самостоятельно еще. Ага. Да, тут видите, тут как бы не захватывают они землю. Тут они непосредственно уже как бы строительством занимаются. Интересно, интересно. Ну что ж, схрон уже готов. Нанять существ? Три. С нами сейчас надо же будет замечательный диктор говорить или мы должны это как-то сами сделать? Так, ну, у нас справляются два существа. Гоблин. Смотри, сзади треголовая обезьяна. Серьезно? Это же бред. Хрязь бат с труп. Боец ближнего боя. Плохо выдерживающий удары, но наносящий большой урон. Все гоблины обладают навыком скрытность. Больше крови, богу крови больше. Печенье к абсолютному злу. Господи. Боец ближнего боя с большим количеством жизненной энергии. Хороший защитный. Ага, кровавый дурман. Ну, давайте орка наймем. Мечтающие об армии зло наняло существ, призванных выполнять за него всю грязную работу. Ромарыш. Однако, каждое такое создание занимало ячейку населения. Счастью, максимум населения, как и максимум рабочих, можно было увеличить. Если возникала нужда в освобождении ячейки населения, ухмыляющееся зло всегда могло воспользоваться отходником в черном сердце. Достаточно было бросить туда существо, нажать на рычаг и... Оп. Готово. Так, отходник в черном сердце. Это вот это, что ли? Слушайте. Жесть, интересно, как хорошо. Давайте, и двух, наверное, гоблинов, да, я думаю. Раз гоблин, и два гоблина. Все, трех существ мы с вами наняли пока что. Существа были довольно избалованы. Представители Орды не просто требовали себе отдельные койки, но и нуждались в пище. Иначе они отказывались выполнять любую работу и начинали забастовку. Глубоко вздыхающему злу пришлось построить существам индюшинную ферму, чтобы удовлетворить их холод. Господи, чудесная озвучка, чудесно. Так, хорошо, индюшинная ферма. Мы с вами где-то такое уже видели. Меню строительства. Но у нас оно, видимо, еще не исследовано, да? Нужно сначала исследовать. Я так полагаю, индюшинная ферма. Почему никак не исследовать? Сейчас недоступно, говорит. Интересно. Подготовьте про... А, пространство сначала нужно подготовить. Я вас понял. Хорошо, как скажете. Давайте так и сделаем. Так, выделяем опять все, что нам нужно. Необходимо выделить. Сейчас наши мелкие рабочие справятся с этим. Я надеюсь, быстренько, да? И у нас будет доступное исследование. Слушай, они там что-то говорят вроде как, да? Даже какие-то у них над головами. Сон, голос. Смотрите-ка, на каждом можно навести, да? И сразу увидена вся информация справа. Риксидиксель. Окей, Риксидиксель. Так. Отлично. Наши сопляки практически справились уже с положенной задачей. Сейчас мы тут будем строить. Так, исследуйте. Ну да. Все верно, как мы с вами и предполагали. Теперь доступное исследование. Отлично. Пожалуйста. Исследовано. И мы можем ее построить теперь. Этим мы с вами сейчас и займемся. Пожалуйста, будьте любезны, сопляки. Хотя, что это будьте любезны? Ну-ка быстро сопляки построили мне здесь. Ферму. Смотрите, какая прелесть. Декоративная елочка. Господи, боже мой. Это просто чудесно. Ух ты, сколько индюшек-то сразу. Ничего себе. Отличная работа. Индюшиная ферма заработала. Позже существа начали требовать других штучек. Но на тот момент их это устроило. Быстрообучаемое зло блестяще завершило первый этап обучения. Браво. Ей, мы с вами справились. Смогли. Победа. Отлично. Так. Ну, тут, видимо, статистика приводится в компанию. Так. Быстрообучаемое зло незамедлительно приступило. Злое коварство. Быстрообучаемое зло незамедлительно приступило к отправке своих существ в верхний мир. Тут еще и верхний мир, получается, есть. То есть, да, смотрите, не только под землей сможем ковыряться, но еще вот здесь, видимо. Не даром жить, все-таки такая картинка, да? Ну, давайте, приступим. Что мгновенно выбрать всех существ в подземелье или в верхнем мире, нажмите F2. Надо запомнить. Это нам с вами нужно запомнить. Быстрообучаемое зло перешло ко второму этапу обучения. Скверно, видимо, наши расползались. И оно в общих чертах понимало, что нужно для строительства подземелья, и могло обратить свой взор на верхний мир, чтобы посеять там хаос и разруху. Там его ждал остров добра, идеальный для разрушения. Нетерпеливое зло занялось его уничтожением. Перед уничтожением верхнего мира следовало отправить туда контингент существ. Длань ужаса жадно потянулась к ним. Так, взять существ дланью ужасов. Пять! Хорошо, раз, два, три, четыре, пять. Готово. Бросьте существ в выходы из подземелья. Слушайте, классно, даже такой выход просто офигенно сделан. Давайте, раз, два, три, четыре, пять. А ну пошли. Первая партия существ отправилась в верхний мир. Жаждущее разрушений зло с нетерпением ждало превращения этих ярких цветов в 50 оттенков серого. В верхнем мире исходящее слюной зло не обладало привычным всемогуществом. Здесь ему приходилось управлять существами по старинке с помощью приказов. Дедушкин метод. Окей. Так, всех выделяем. Захватите владение добра. Ну что ж, я думаю потихонечку сейчас туда подойдем. Тут уже действительно какой-то варкрафт начался. До этого, то есть, данжен кипер. Теперь, слушайте, неплохая смесь, мне кажется, получается. Очень даже неплохая. Пока что мне очень это нравится. Так, ну что, нападаем. Стрелок. Кто там есть вообще? А, тут можно приблизить. Отлично. Стрелок. Неофит. Дамочка какая-то волшебница. Воин. И два воина. Я понял. Ну, мы знаете, тоже тут, милый комшит, у нас есть три орка и два мелких гисксонг. Господи, ты боже мой. Гоблина. Погнали дальше. В атаку за подземного правителя. Захватите это место. Ух, нечера себе, посмотрите, он пушку какую-то поставил против нас. Так, давайте, 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 ребята. Давайте, давайте пушку сначала все гасим. Отлично. Теперь вот эту дамочку. Мне кажется, она сильная. Она отлично. Теперь стрелка. Стрелка. Загасили быстрее. Воина. Навались. Все вместе, давайте. Нашему сейчас, кажется, минус 40 будет какой-нибудь. Минус 40. Так, теперь этого выносим, ребята. Я могу отдельно выделить. Ага, кровавый там дурман. Ну, тут я, видимо, по КД использую сам, да. Видимо, да. Интересно. Отлично. Остров добра стерт в порошок. До основания. Плюс 6 чего-то там. Это не только улучшило пейзаж, но и принесло великолепные очки коварства. Очки коварства, видимо. Для исследований. Жаждущие исследований зло тут же потратило заработанное коварство. Так, ну давайте потратим наши очки коварства, раз уж мы... Ух ты же, елки-палки. Заработали, да? Что мы можем исследовать? Дофига всего. Но нам предлагают, видимо, на то, что стрелочки, да? Рахнит. Арканиум. Рахнит. Темница. Склеп. Нага. Караульная. Так, это ну что такое больше существ? Давайте исследуем больше существ. Нам нужно 350 золота и 50, так понимаю, всех самых очков коварства, да? Рахнит. Завязывай, я боюсь пауков. Правда? Знаешь, что пока ты спишь, тебе в рот могут залезть пауки, потому что их там... Им там тепло. О, какая прелесть. Арахниды — это отвратительные паукообразные демоны, которые хорошо держат удар и плюются во врагов со средней дистанции. Мерзость. Вот давайте, я хочу арахнидиков. Это у нас что такое? Воронка. Давайте, арахнидов. Следующая кознь зло изучила арахнидов. Эти паукообразные существа плевались во врагов едким веществом. Мерзко! Но эффективно. Фантастическое зло освоило азы взаимодействия с верхним миром и осознало преимущество ховарства. Господи, мы с вами фантастическое зло, быстро обучаемое зло, самое лучшее зло в мире. Сложно, но похвалить все же стоит. Пока еще. Неплохая работа. Да. Господи, прелестно, прелестно. Компанию, конечно же. И, видимо, следующее. Подземелье для опытных. Умелое зло быстро освоило навыки эффективного управления подземельем. Угу. Хорошо. Чтобы существа Орды смогли развиться до уровня 10, нужно построить пивоварню и арену. Чтобы демоны нежить могли повышать уровень до максимума, надо исследовать зал отдыха и что-то там еще. Жадное дознание и зло никак не насыщалось этими сумасшедшими обучающими заданиями. Ну ладно, продолжим. Существа абсолютного зла за участие в битвах получали опыт и постепенно повышали свой уровень. Это было хорошо, ведь существа высокого уровня были намного сильнее. К сожалению, с ростом уровня существа становились все привередливее и начинали тянуть. Дерзко требовать новых штучек. Жалкий предатель. Например, существа Орды стали требовать пива, которое сами производили в пивоварне. Но до ее строительства было еще далеко, ведь сопляки раздраженного зла в очередной раз показали нехватку ума, не построив рабочих мест. Сопляки. Ох, что эти сопляки, ох, что требовательные существа. Для пивоварни понадобились инструменты. Их производили сопляки в мастерской. Со вздохом, вновь разочарованные своими рабочими зло, приступило к строительству рабочих мест. Так, ну что ж, приступим к строительству рабочих мест, пожалуй. Обратимся сюда, и нам нужно построить мастерскую. Ну, как мы теперь будем называть инструменты? Экспериментальные утяжеленные инструменты. И угрожать нам они точно не станут. Ох, что эти твои отсылочки. Тортик еще не готов. Сопляки задают и складывают инструменты в мастерской. Хорошо, давайте. Пожалуйста. Вот здесь мне будьте любезны. Здесь нельзя построить чего? Помещение? А почему здесь выделено тогда мне, я не понял. Мастерская? Так вот же она так и есть, мастерская. Я хочу, чтобы здесь была мастерская. Камон. В чем проблема? Здесь нельзя строить помещение. При этом стрелочка показывает здесь. Интересно. Так, ну давайте пролетимся. Ой, у нас здесь, смотрите, какая-то уже библиотека есть. Класс. Класс. Воронка. Что это такое? Не могу понять. Здесь кто-то спит? Да, и правда. Он то ли чирикает, то ли что за звуки из этой стороны? Кто это такой? Здесь нельзя построить помещение. Я понимаю. Но и здесь он мне говорит, что нельзя построить помещение. Почему? Так, мелкие ничего не делают. А! Вот оно что. Он требовал от меня. Я понял. Стройкомат построить сюда нужно. Вообще жуть. Что же это такое, интересно? Хорошо, я построил. Давайте. Приступайте. Приступайте. Я хочу... Я хочу знать. Я хочу увидеть все. Шник. А что, он только один будет строить? Да, это видимо. Потихоньку строительство идет. Глупо ухмыляясь, сопляки приступили к производству инструментов для строительства рабочего места в пивоварке. Чугунный пивной котел, созданный из инструментов? Да ладно, это же игра. Страдающая от нетерпения зло терпеливо ждала появления достаточного количества инструментов. О боже мой, боже мой, когда же появятся эти инструменты? Они нам так сейчас необходимы, господи. Боже мой, сопляки, а ну быстрее. Живо за работу, черт подери, иначе всех отшлепаю. Ну, наверное, это как-то так должно было быть. Так, уже один из четырех есть, хорошо. Шник, трудись быстрее, тщательнее давай. Угу. Вот этот самый ящичек, да, видимо? Инструменты, хорошо. Жалко, что только один может работать здесь. Соксиль. Эй, Соксиль, если мы тебя возьмем в руку... Что-то я пока не очень понимаю, как их можно переименовывать. Видимо, не зачитал. Так, два инструмента, хорошо. Общее число, два, не пойдем на рабочих мест, ловушек ноль. Так, и мне запасняет 20 секунд, один. Хорошо, я понял. Блин, это так круто. Инструменты вылетают отсюда, куда-то падают сюда, и потом он бежит за ними, перетаскивая их в кучицу. Господи, боже мой, здесь, 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 по-моему, все есть. Здесь все продумано. Давайте посмотрим, может, сейчас увидим. Я просто что-то не обратил на это внимание, сейчас он бежит туда. Сейчас должно будет вывариться, по идее. Из трубы, вот отсюда, сюда. И он потом потащит их вот сюда. Этот ящик с инструментами, необходимый нам. Так, ну, сразу. Сиятельное сло, наконец-то, произвело достаточно инструментов, и тут же занялось созданием пивного котла. И тут же мы занимаемся производством пивного котла. Намек понят. Так, да, тут еще отдельно, видите, какие-то кнопочки есть. То есть, пивоварня комната, вот она сама. И тут можно поставить пивной котел. Ух ты же, елки-палки, ничего себе. Давайте здесь уголок тоже поставим его. Хорошо, хорошо. Так, кто этим займется? А ну-ка, быстро. Ух ты же, он, смотри, он тащит один-четыре коробки разом. Господи, боже мой, не надоровись, друг. Ты нам еще пригодишься. Такие загородки ставят. Шна. Его зовут Шна. Бегает, сны, бочки катит. Господи, ты, боже мой. Насколько же это здорово. Знаете, давно, может, я такое хотел опять поиграть, и вот новиночка вышла вот такая, господи, замечательная. Прямо то, что надо, мне кажется. Я надеюсь, ребята, вам тоже нравится то, что вы видите, что происходит на экране. Так, что там от нас еще требуют? Ну, мы строим, строим. Подожди, немножко сейчас уже будет достроено. Не будьте столь нетерпелив. Гордо воздвигнув пивной котел, сопляки взялись за работу и сварили вкусные пиво для возлияния Орды. Не хватало только старой доброй народной музыки. Хотя, может, и не стоило. У меня от нее кровь из ушей. Но пришла пора перейти к другому вопросу. Да, трудолюбивое зло получило доступ к лекторию. С его помощью можно было дополнять обычный процесс исследования с видками, полученными за золото, время и очки коварства. Вечно алчащее нового зло тут же ими занялось. Так, я, блин, прослушал. Чем мы там этими изучениями занялись? Так, сокровищница, исследование. Больше золота. Сложно поверить, сколько золота помещается в одну секцию. Исследовав это, вы позволите каждой секции сокровищницы вмещать дополнительно 50 инись золота. Ну, давайте. Хорошо. Исследовали. Ага, время. Что-то время у исследований есть. Интересненько. Прямо показано, сколько оно осталось, да? Да, неплохо. Так, видимо, наши трудяги... Ну, вот один вроде бы трудится, да? Остальные что-то тут, смотрю, спят. Эй, вы, а ну не спать! А то сейчас все объемлющее зло вам понадает. Он по пятой точке. Интересно, какие-то демоны, да? Непонятные, ушастые такие в капюшончиках красных. Забавно. Такая голограмма, главное, сундука этого. То, что он изучает, видимо. Класс, мне нравится. Да, моей бабушке всегда это нравилось. Ну, ладно. Так, что от нас требуется дальше? Исследовать три штуки свитков. А, я понял. А я могу сразу как-то, нет? Видимо, нет. Видимо, нужно будет по очереди. И каждый раз оно будет, видимо, все дольше и дольше, да? Уже минута. По-моему, в тот раз было полминуты. Если не ошибаюсь. Ну, хорошо, будем исследовать тогда. Давайте пока понаблюдаем, что тут происходит в нашем подземелье интересного. Вот, в общем-то, казармы те самые. Здесь такие кровати интересные. Смотрите, костер. Есть, да? Какие-то матрасы с будильником. Забавно. Тут индюшки вот бегают, яйца откладывают. Слушайте, класс. Как же здорово, да? Так, это, собственно, место, где мы добываем золото. Это наше сердце подземелья. Тут у нас есть мастерская. Есть пивоварня, где производится пиво. А вот это я пока не очень понимаю. Это какое-то просто, видимо, пустое пространство. Но тут мы видели, что какие-то были пауки. Да? Но они всех перебили. Видимо, мы на них как-то нарвались, наткнулись, да? Наши существа всех перебили. И все, в общем-то, там больше никого теперь нету. Интересно. Так, что у нас по поводу исследований? Сколько там еще? Ага, вот армия есть, обзор. Так, это он, я думал, по поводу чего-то сказал. Армия. Можем здесь посмотреть всех, кто у нас есть, да? Скрыватель отображает представителей орды в списке существ. Я понял. Скрыватель отображает демонов. Ну, демонов у нас нет. Ну, понятно, в общем, сортировочка такая. Интересно. Так, хорошо. Давайте дальше изучать, наверное, да? Там уже подошло время. Исследовать. 250 уже нужно. Ну, у нас, блин, дофига ее. Коварство этого самого. Да, индюшки такие звуки свои эти странные издают. Забавно. Даже их тут учли. Так, а почему у нас? А, нет, они по очереди трудятся. Слушайте, я уже хотел было нагнать, типа, что все на одного свалили. Хотя, меня это мало волнует. И я подземный владыка. Меня, главное, волнует лишь результат. Чтобы все было к сроку. А иначе... Видите вот эту ладошку? В латах. Латную ладошку, видите? Вот она припечатается к вашей заднице. Слышал меня, Шник? Да-да. Давай работай в поте лица. Чтобы мне не пришлось применять силу. Так. Это, я так понимаю, их уровень, да, существо? Над головой. Третий, третий. Что ты тут делаешь? Ничего тут, видимо, не делает. Просто что-то трется. Ну, ладно. Сердце у нас в виде такого вот кристалла. Прикрепленными цепями. И какой-то... Не знаю, это что-то такое. Портал, не портал. Так, а по поводу все-таки вот этого портала. Тронный зал. Сама суть подземелья. Здесь находится источник вашей силы. Черное сердце. А, это он про комнату целиком. Я понял. А меня интересует вот эта штука. Ага, вот. Да, да, да. Видимо, действительно, это яма. Видимо, действительно, это яма, про которую нам говорили. Вот будете плохо трудиться, всех вас в эту яму отправлю. Поняли меня? Поняли меня? Так вот, учтите. Так что, давайте, не халтурьте. Так, ну что у нас? Следуется еще 9 секунд осталось. И, в принципе, мы с этим покончим. Ждем, ждем. И смотрим, что нам дальше предложат. Вот измечательный Игорь на первый взгляд. Замечательно. Добродушное зло не только удовлетворило своих существ-алкашей, но и больше узнало об исследованиях. Теперь оно решило, что готово превращать полученные уроки в страшные и даже ужасные дела. Победа. Отлично. Ну что ж, возвращаемся. И, видимо, последний экзамен. Последний экзамен. До отказа, набитые знаниями зло, вынуждено было подготовить подземелье к реальным угрозам. Ну что ж, давайте подготовимся. Для всех рабочих мест, ловушек и дверей, которые вы можете построить, есть магические улучшения. Разблокировать их можно, если открыта зловещая лаборатория. Угу. Что значит, в меню есть четвертое обучающее задание? У меня-то больше ничего нет. Ах, как же мне хочется когда-нибудь поработать с настоящими профессионалами. Эти балбесы из Realm Forge даже главное меню не могут нормально сделать. Ну, немножко сэмэровой неправильно. Я боюсь, Зенит-Арен устроит. Ну, раз уж пошло такое дело, мы можем... Да ладно. Черт, в третьем лице. Зенит-Арен у тебя прибыли, боже, да? Итак, раз уж уже прибывшее зло оказалось там, с выпивкой придется повременить. Мешающее рассказчику выпить и почитать комикс Marvel зло приступило к очередному этапу обучения. Но этот раз оно... Готовилось узнать кое-что о ловушках и заклинаниях. Ну, как их создавать и применять. Обучающее задание было максимально творческим. Как будто кто-то придумал его буквально на лету. Оно рассказывало о защите подземелья от героев. Несколько ловушек уже было установлено с целью усложнить жизнь любого зарвавшегося героя. Другие вручную активировались ударом глани ужаса. Самое главное, вовремя шлепнуть. Арканиум уже содержал достаточно маны для мощных заклинаний. Господи, как же меня доставляет этот рассказчик здесь. Вот, в общем-то, и в War for the Overworld тоже был рассказчик весьма забавный. Но тут, мне кажется, дает ему форум. Так, примените заклинания. Паркур с ловушками. Используйте ручную ловушку. Ну, давайте. Опа. Ага. Полетел камень. Молотилка тут какая-то у нас еще стоит. Тоже ловушка, я понял. Хорошо, примите заклинания. Давайте... Да нет, 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 господи. Вот эта менюшка не очень удобная. Заклинание. Посмотрим, что у нас тут. Создать индюшек. Слушайте, в общем-то, опять же, отсылки у нас там мы там с вами могли, по-моему, то ли свинюшек создавать, то ли куряшек. Что-то такое, да? Было. Варфуза Оверворде. Да и в этом в Данжен Гипере что-то похожее было. Ну, давайте. Так. Портал демона. Погоди, я знаю короткую дорогу. Она абсолютно безопасна. Применяется только в верхнем мире. Ну, понятно. Атакующее заклинание. Давайте. Щупальца. Ну, давайте. И кого мне нужно атаковать? Это просто так, куда угодно, мол? Ну, давайте. Ладно, применим. Попросили применить, применим. Ох, как. Щупальца. Ага, и она здесь, походу, и будет. Отлично. В подземелье раздался подозрительный грохот дешевых сапог и лязг доспехов. Какой-то герой к нам рвется. Вскоре у него войдут первые герои. Ну, ничего. Он еще свое получит. В свое подземелье враги. Они сейчас узнают всю боль на себе и отчаяние. Офигеть. Даже так, минус один. Ну, тут да, понятно, далеко. Оп, она. Просто камнем прибило. Угу. Они не померли, что ли? Это у них типа оглушение или все-таки померли? Непонятно. Подземелье ворвались враги. Ага, еще одни идут. Так, перезарядка пошла, я понял. Так. Поле неплохо убирают. Давайте стрелы полетели. Тут еще, видимо, не перезарядилось, да? Или уже все? Можно. Отлично, пускаем. Полетело. Так, Щупальца делает свое дело. Молотилка тоже помогает. Молодец. Отлично. Волн героев. Два из пяти. Я понял. Опа, 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 опа. Нам нужно заклинание. Срочно. Заклинание. Давай, добивай, Щупальца. Угу. Так, что у нас еще есть? Дождь стрел. Погнали сюда, быстро. Так. Так, а что бомба не срабатывала? Манна бомба... А, господи. Понятно. Не прочитал, думаю, что не срабатывал. Поднять ее нежити. Мы можем что-то поднять. Ой, смотрите, из-под земли вылез нежит. Скелет-лучник. Офигеть. Обалдеть. Господи, как же клево. Как же, блин, здорово. Метеоритный дождь. Морозная... Что? Бомба. Тут и наши, смотрите, сейчас кто подоспели. На тебе. Заморозил. Господи, как же клево. Как же, блин, как клево. Морозная бомба. Так, заморожат врагов. Угу, я понял. Ну, давайте. Все, добили их, отлично. Смотрите, у нас в ладошке такой комок снега. Офигенно. Так, ну что, видим мы еще сейчас. Подземелье ворвались враги. Давайте сразу их будем атаковать заклинаниями, я думаю, тогда по пути. Чтобы им не повадно было. Манна щит. Так, эрглическая сила. 30 секунд увеличивает урон всех существ. Метеоритный дождь. Получите. Неплохо их размотало. Так, ловушечку надо активировать. Нет, не надо. Они там все застряли пока что. Так, а ловушку мы пока не можем доактивировать, я понял. Индрис, давайте, давайте, ребятки. Работаем, работаем. К нам ворвались недруги, но скоро они поплатятся за содеянное. И поймут, что были неправы, когда решили прийти к нам сюда. Эрглическая сила, давай запускаем. Запускаем, господи, как же здорово. Так вот эту штуку всю с экрана убрать, чтобы было виднее, да? Ну ничего, ничего. Так, стрелы давайте. Получите. Так, щупальца. Магический барьер. Что он делает? Стоит подземелье непроходимый барьер. Ага, через 60 секунд исчезает, я понял. Но тут, в общем-то, у нас осталось только вот эти две дамочки, видимо, да? Давайте, где там существа вообще наши? Помогайте. Это третья волна, нам нужно отбиваться как-то. Жалование! Спасибо. Как там? Армия, армия. А, это мы нанимаем. Не-не-не, мне нужно это. Вот-вот-вот, другая. Эта штуковина. Так, давайте-ка, давайте поможем. Поможем нашим замечательным ловушкам. Немножко. Во, пошла жара. Так, мы вас даже можем бафнуть. Чем-то я видел. Магическая сила. Давайте, отлично. Понеслась. Так, ну что же, ждем четвертую волну, получается. Да, это было три волны. Так. Ловушка готова. Сейчас они пройдут сквозь это все пока что. Мы немножко их тут подзаморозим. Позаморозим все конца. Давайте, давайте. Так, получите. Время для камен-ловушками, кажется, да? Скоро подойдет. Так, минус существо. Их осталось не так уж и много? Поехали. Вот, хорошо, как камнем зафигачило-то их, а? Молотилка, делай свое дело, пожалуйста. Так, одна дамочка все-таки прорвалась, да? Потихонечку, я понял. Ну, ничего страшного. Вот так вот, минус. Ну что, последняя пятая волна. Я надеюсь... Так, камень готов. Главное, что готов камень, мы им очень много снесем. Так, давайте заморозка. Заморозка, заморозка. Стрелы. Так, сейчас вся толпа пойдет, и мы с вами пустим камень. Пошел. Камень пошел, давай-давай-давай. Отлично. Хорошо снес, хорошо. Так, поэтому стрелами зарядим. Все, минус. Так, остался тут один какой-то маг у нас, никчемный. Который сейчас получит метеоритным дождем по лесу. Что-то не особо-то ему вроде как нанесло, да? Давайте еще стрелами. И щупальца, пожалуй. На тебе. Готово. Отлично. Великолепно. Последний герой позорно слился, и обучение завершено. Наконец-то я смогу нормально бухнуть... В смысле, поздравляю. Пора тебе заняться другими делами, которые не будут мешать мне пить и читать комиксы. Отлично. Просто прелестно. Просто замечательно. Великолепно. Перфекто. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу, ребята. Компанию. Ну что ж. Видимо, это была обучающая компания. Все, все, все. Мы прошли, мы прошли. Спасибо большое. Что ж, ребята, мы будем на этой серии первую завершать. Я надеюсь, вам эта игра понравится. Мне, по крайней мере, она пока что очень понравилась. И этот рассказчик, он просто божественный. Не забывайте оставлять свои комментарии по поводу этой игры, по поводу всего увиденного. Нажимать на колокольчик. Ну и мы с вами увидимся в новых сериях. Всем до скорого, ребята. И пока-пока.